Здравствуйте! Добро пожаловать на Кухне Савиат! Сегодня у меня для вас рецепт супер быстрых синабонов, йогуртовых, с черничкой внутри. И главное, конечно, я очень люблю быстрые рецепты, не люблю возиться лишний раз с дрожжами и тратить на это время. Плюс дрожжи не очень полезны для здоровья, поэтому это вот вариант для тех, кто хочет супер быстро и супер вкусно. И так, для того, чтобы приготовить эти синабоны, нам понадобится мягкое сливочное масло, всегда берите качественное масло, не ниже 82%. Добавляем к нему сахар и все это аккуратно разминаем ложечкой, буквально вот до объединения. Здесь миксер не нужен, достаточно будет просто перемешать хорошо. Вот так вот все перемешали и теперь добавляем йогурт. У меня был обычный греческий йогурт, 4% жирности, можете добавить любой натуральный йогурт, который вам нравится. И в принципе процент жирности здесь не имеет значения. Но лучше не питьевой, лучше добавить вот именно йогурт, который кушать. Добавляем сюда чайную ложку соды. Все снова ложечкой хорошо размешиваем. Не торопимся, масса должна стать однородной. Все перемешали. Когда комочков не осталось, можно уже добавлять муку. Муку можно не просеивать, просто разом высыпайте все. И тоже аккуратно перемешивайте. Насколько это возможно, перемешивайте сначала ложечкой. Будет казаться, что тесто очень сухое. И возможно даже вам захочется чего-нибудь добавить. Остановите себя, перемешайте все, насколько возможно, ложкой. Выложите все на рабочую поверхность и начинайте замешивать руками. Видите, кажется, что тесто просто прям вот рассыпается. Но буквально через 2 минуточки оно превращается в просто нежнейшее, потрясающее тесто. Видите, которое совершенно не липнет к рукам и с которым очень приятно работать. Ему не нужно не лежать ничего, сразу приступаем к работе. Смазываем хорошо, точнее присыпаем мукой рабочую поверхность. И разделите тесто на столько частей, насколько вам удобно. Одну я вот убираю пока, потому что у меня здесь получится раскатать только половину теста. И раскатываем достаточно тонко, буквально до 2-3 мм в толщину. Раскатываю все это. И нужно подготовить мягкое сливочное масло для начинки. Обязательно смазывайте всегда сливочным маслом. Это особо много жира не даст, потому что прям не сильно много масла здесь уйдет. Но без масла булочки будут сухие. Это просто закон синабонов, что маслом нужно смазать обязательно. Тоненьким совершенно слоем, но не пропуская ни миллиметрика. Все смазываем хорошенечко. И дальше я присыпаю коричневым сахаром. Можете использовать и белый, но коричневый он гораздо менее сладкий. Поэтому и смотрится с ним, конечно, посимпатичней. Поэтому я использую всегда его. Тоже присыпайте так, чтобы вся поверхность была сахаром покрыта. Я еще немножечко рукой вбила сахар в тесто. И добавляю чернику сюда, прям замороженную, не размораживая, потому что много жидкости она не даст. Ягодки у меня маленькие. Я буду делать булочки совсем небольшие. Если вы хотите сделать булочки большой высоты, то добавьте в начинку еще одну столовую ложку крахмала, чтобы при выпекании начинка не стекала вниз и верх булочки не оставался сухим. Видите, я вот делаю буквально около 3 см высоту булочек. И для них не нужно добавлять крахмал. В них и так начинка будет хорошо держаться, никуда не уплывет. Делю весь рулончик на такие части. И, в принципе, так аналогично поступаю с оставшимся тестом. Форму ничем не нужно смазывать. Булочки не пристанут, не прилипнут и отлично потом выйдут. Булочки сильно объем не наберут, потому что это все-таки не дрожжевое тесто, поэтому достаточно плотно их набивайте в форму. Вот у меня их получилось, как видите, 18 штук, а еще 3 штучки у меня допекались отдельно в жульеннице. Выпекаем все 30 минут при температуре 170 градусов. А пока выпекается, приготовим с вами заливку. Для глазури я соединяю сливочный сыр с сахарной пудрой и со сливками. Единственное, если вы не очень любите сладкое, то сахарную пудру можете в глазурь не добавлять, поскольку булочки будут и так достаточно сладенькими. Можете просто этап с сахарной пудрой пропустить и добавлять сливки. Сливки у меня 10%. И добавлять их тоже можно по вкусу. Я вот добавляю так, чтобы мне нравилась консистенция. Кто-то, может быть, хочет погуще, кто-то хочет совсем жиденькую. Вот мне нравится такая текучая, как соус. Для этого мне понадобилось 6 столовых ложек на 120 грамм сыра. Обычных 10% сливок. Если будете брать 33%, то, конечно, там понадобится больше, потому что сливки сами по себе сильно гуще. Перемешиваем все до однородной консистенции. Если не получается, то можно пробить погружным блендером, и все будет как эмульсия. Отлично. Вот такие вот красивые булочки получаются. Как видите, они действительно не сильно увеличиваются в объеме. Я сразу покрываю их глазурью. Но если вы будете делать большую порцию, а тех, кто будет пить чай, мало, то лучше, конечно, покрывать только ту порцию, которую вы скушаете сейчас с чаем, потому что потом сливочный сыр подсыхает, и немножко такими трещинками идет. И выглядит уже не так симпатично. Да и не так вкусно уже получается. Поэтому лучше непосредственно перед подачей добавлять вот этот вот соус. Получаются невероятно нежные, легкие, вкусные булочки, которые обязательно сведут с ума всех тех, кого вы гостите. И самое ценное в этом рецепте – это то, как мало времени он занимает, и то, что здесь нет ничего лишнего. Готовьте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова